как восстановить рекавери на ноутбуке трансформере hp pavilion x2 добрый вечер дорогие зрители канала сегодня с вами is smart и в этом видео мы рассмотрим восстановление нашего нетбука нет бук у нас трансформер может быть это ноутбук я не знаю но он маленький совсем и это у нас ноутбук трансформер и это у нас ноутбук hp database это у нас ноутбук hp pavilion x2 detachable ноутбук hp pavilion detachable именно на него мы будем сейчас восстанавливать нашу операционную систему предустановлена операционная система windows 10 домашняя для одного языка давайте мы его рассмотрим домашняя для одного языка 2 гигабайта оперативной памяти но здесь предустановлено 64 разрядной windows 10 логотип hp и он у нас активирован ключ вшит в bios и он автоматически активируется поэтому лицензию мы не хотели бы терять и давайте мы попробуем его восстановить до заводского состояния управление этим компьютером здесь у нас есть разделы наш жесткий диск на 32 гигабайта что очень очень мало друзья 32 гигабайта представьте на этом самом ноутбуке трансформере всего лишь 32 гигабайта память жесткого диска поэтому возможно здесь рекавера раздела нету но мы попробуем восстановить его до заводского состояния если мы приглядимся что здесь есть шифрованный эфир раздел это возможно у нас эфир разделе то есть в разметке g5 windows так локальный диск c на 28 гигабайт здесь у нас загрузка файл подкачки аварийный дом памяти а вот на 667 мегабайт это у нас раздел восстановления и попробуем к мы восстановить нашу операционную систему windows 10 домашнюю которая была с этим ноутбук ноутбук у нас реально трансформере есть мы приглядеть что можно его просто вытащить со своего разъема сейчас я это вам продемонстрирую вот допустим я могу его вытащить вот он у нас ноутбук трансформер его можно как планшет использовать логотип hp можно за на место и водитель как док станции вот допустим вот он сам как на магните сейчас давайте приступим к нашей установке я сейчас перезагружу этот ноутбук и мы приступим к установке обязательно ваш ноутбук нужно поставить на зарядку потому что если у вас отключится электричество то все у вас пропадет поэтому подключаем его к нашей зарядки подключили к нашей зарядки теперь приступаем к его переустановки и usb подключаем вот если подключили закрываем все это перезагружаем наш компьютер выключение перезагрузка зажимаем клавишу fn плюс fn плюс f11 именно вот эти клавиши нужно быстро нажимать fn держим и f1 нажимаем вот так давайте все равно перезагрузить сделаем все равно перезагрузить и давайте fn плюс а быть f11 а вот у нас f11 вот так можно нажимать нажимаем быстро нажимаем вот я нажимаю please white что-то у нас командная строка как будто бы появилась синяя окошко и выбор действия что нам из этого списка выбрать нажимаем поиски устранения исправности здесь никаких пунктов а восстановления нету hp логотип hp что-то hp recovery management такого пункта у нас нету поэтому выбираем поиски устранения исправности если мы перейдем дополнительные параметры что у нас есть параметры встроенного по уэфи восстановление системы восстановление образа системы команды 40 восстановление при загрузке давайте перейдем пас посмотреть другие параметры восстановления вернуться к предыдущей сборке нажмем на него что это назад возвращаемся так здесь ничего такого нету дополнительные параметры восстановление системы параметры загрузки давайте сделаем вернуть компьютер исходное состояние вот у нас как бы recovery так сохранить мои данные мои файлы нет там сохранять ничего не надо я все уже скопировал удалить все теперь у нас происходит подготовка ожидаем теперь что у нас здесь есть вернуть компьютер исходное состояние какие пункты у нас присутствует просто удалить мои файлы полностью очистить диск давайте нажмем просто удалить мои файлы мы хотим просто удалить вернуть исходное состояние просто он будет дольше если мы выберем полностью удалить раздел полностью очистить диск поэтому просто удалить мои файлы логотип hp и у нас возражается Возвращение компьютера в исходное состояние 1%. Здесь у нас возвращение компьютера в исходное состояние должно пройти с 1% до 100%. Встроенное средство восстановления работает довольно медленно. Он восстанавливает уже больше часа, и на 62% он завис. Это может быть помочь, это может быть занимать больше, больше часов. Поэтому я хотел бы прервать на этом пункте. Если у вас быстро восстановит, то я за вас рад. У меня это все-таки на 20% завис, теперь сейчас уже на 60% завис, завис 62%. И восстановление все-таки не идет. Надеюсь, теперь вы знаете, как восстановить ваш компьютер до исходного состояния. И именно восстанавливая таким образом, вы восстанавливаете вашу систему, вашу лицензию, вашу предустановленную лицензию Windows 10, у меня это, для одного языка. Windows 10 домашняя. Подпишись, подпишись, мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.